Привет мои биатлонные друзья! Штрафные 150 продолжают серию предсезонных материалов. Сегодня пойдет рассказ о женской сборной. Пока не паникуем, не делаем никаких выводов из рекомендаций ВАДА, потому что это пока рекомендации, нужно подождать какие будут в итоге решения и как быстро они вступят в силу. Пока исходим из того, что сборная России по биатлону начинает сезон и будем надеяться, что она также его сумеет закончить. Пока никто, даже из осведомленных людей, не может полностью представить, по какому сценарию будут развиваться дальнейшие события, особенно касательно отдельных видов спорта. Вчера мы говорили более получаса с Вольфгангом Пихлером. Он передавал всем привет болельщикам российским, сказал, что переживает за российский спорт, надеется, что пройдет он этот путь очищения достойно и станет после этого только сильнее. Не буду приводить полностью содержание нашей беседы. Говорили о многих вопросах и политических, и касательно российского биатлона. Но могу сказать, что с Пихлером всегда приятно общаться. Я в свое время, когда он тренировал женскую сборную России, немало критиковал его за результаты команды. По многим вопросам у нас мнения не совпадали. Но, тем не менее, мы сохранили хорошее доверительное отношение. Всегда с уважением готовы выслушать друг друга, пообщаться. И, в общем-то, приятно, что Вольфганг и критику воспринимает адекватно, если она конструктивна. Поэтому, в свою очередь, пожелаю ему успехов на новом поприще. Он сейчас трудится в Олимпийском комитете Швеции, где является менеджером по развитию, занимается поиском молодых талантов. Причем, его аналитическая работа касается не только биатлона, а и других циклических зимних видов спорта. Колькобежный спорт, лыжные гонки. В общем, как говорит он, работа интересная, творческая. И, дай бог, чтобы у него все получилось. Ну, переходим теперь к нашей женской команде. Итак, Екатерина Юрлова, лидер сборной по итогам прошлого сезона, призер чемпионата мира. Как она подойдет к сезону, с новым пока сложный вопрос. Потому что полностью она готовилась индивидуально. Не провела ни одного сбора с командой по ее программе. То есть, если где-то и пересекались, тренировались, все равно отдельно. Но сомнений нет в том, что Катя профессионал высочайшего уровня. Она не будет форсировать форму на старте сезона, но постепенно будет подводиться к главному старту. Единственная, как бы, основная помеха, это все-таки уже критический по меркам биатлона возраст. И в данном случае в любой момент организм может дать сбой и не выдержать какой-то нагрузки. Но мы будем надеяться, что точечная подготовка ее позволит подойти в оптимальной форме к главному старту. К тому же, надо понимать, что Юрлова надежный боец. Она незаменима в эстафетах. И, в общем-то, я думаю, ниже своего высокого уровня опуститься не должна. Второй лидер команды это Светлана Миронова, которую таковой объявили и глава СБР Владимир Драчев, и старший тренер Виталий Норицын. И, конечно, Миронова, безусловно, талантливая спортсменка. Заметен ее прогресс и по результатам в сезоне, и по тренировкам. Она стала лучше стрелять. Причем это касается не только процента точности, но и скорострельности. И мы все надеемся, верим, что она сможет выйти на новый уровень. А это подразумевает, конечно, другое качество выступления в эстафетах, с которыми у нее до этого отношения не складывались. Появление уверенности в себе и, конечно, успехи в личных гонках. Я считаю, Светлана в предстоящем сезоне должна открыть счет личным наградам, ну и попытаться закрепиться в топ-15 общего зачета, то есть проявить себя уже как спортсменка по-настоящему мировому уровню. Лариса Куклина – это вторая спортсменка, которая отобралась в состав команды из основной сборной. Надежная эстафетчица, прекрасный снайпер. Это ее основные характеристики. Но мы надеемся, что будет у нее прогресс и в ходе, и есть определенные для этого предпосылки. Она хорошую скорость показывала как на зимнем чемпионате России, так и на предстартовых гонках. Поэтому я думаю, что Куклину нужно будет обкатывать и на первом этапе эстафеты. Она, в общем-то, для него отлично создана. И что проведет она ровный полноценный сезон. В прошлом году ее подготовка была во многом сорвана из-за болезней. Вписалась она в команду уже после Нового года. Но сейчас, естественно, к ней уже предъявляются другие требования. И по возрасту она вошла, в общем-то, на пик своих кондиций. Поэтому есть надежда на то, что Лариса проявит себя. Кристина Рисова – это новичок команды. Мы про нее уже рассказывали. Спортсменка она нестабильная, поэтому задача ее в сезоне – закрепиться в основном составе. Но, в принципе, она может стать таким джокером, который в прошлом году стала Евгения Павлова. Бороться за звание лучшего новичка, если она будет выступать на протяжении всего сезона, стабильно попадать в очки, выручать в эстафетах. Но как раз за эстафетой есть наибольшее опасение, потому что и другая дочь, Анфиса Анатольевна, Дарья Вероланин, не всегда хорошо выступала в этом виде программы. И у Кристины были проблемы. Посмотрим, как она их преодолеет. Тамара Воронина – тоже новичок. Пока опыта большого нет. Если Кристину Рисову можно сравнивать с Павловой, то Воронина может вполне оказаться и Валерия Воснецова, спортсменкой, которая выстрелила на отборе. Может неплохо начать сезон в декабре, но дальше ей будет тяжело. Вполне предполагаю, что она может попасть под ротацию в случае неудач. Причем это может произойти как и по ходу декабря, так и по окончании. Поэтому для нее этот сезон будет серьезным и непростым испытанием. Виктория Сливко – самая загадочная в этом составе сборной, потому что пока непонятно, на что можно от нее ждать. В контрольных стартах она не участвовала по неизвестной причине. Пробежала, выдрая гонку в туман индивидуальную, где, честно говоря, не порадовала ходом. Поэтому есть за нее обоснованное беспокойство, как и за Бабикова. То, что после первого этапа может она отправиться и в глубокий резерв. И здесь все, в общем-то, зависит от самой Вики, как она себя проявит в тех двух личных гонках, в которых ей выпадет шанс. При хорошем раскладе может и в эстафетке пробежать, пробежать и закрепиться на следующие этапы. Ну а при плохом этот этап может оказаться для нее и последним в сезоне. Из тех, кто может усилить команду по ходу сезона, в качестве бонуса первыми на ум приходят Ирина Старых и Екатерина Глазерина. В свете последних событий шансов у них становится меньше, потому что понятно, что спортсмены с допинговым прошлым будут ущемлены в правах, если российские спортсмены будут переведены в нейтральный статус и допуска не получат. И если Александр Логинов, скажем так, его можно держать в составе ради этапов Кубка мира, то эти две спортсменки не являются такими яркими лидерами, поэтому их перспективы описывать сложно. Но с другой стороны, если не будет пока резких движений, они могут по ходу сезонов подключиться к основной команде, бежать эстафеты, потому что обе надежные эстафетщицы, опытные, стабильные снайперы, неплохо готовы функционально на уровне всей сборной России, и отказываться от их опыта было бы глупо, особенно в свете того, что нам нужно возвращать квоту. Тем более, что Ирину Старых несправедливо, как я считаю, не опустили в состав сборной команды, изначально не взяв на централизованную подготовку, несмотря на высокий рейтинг, затем допустив до отбора с дискриминационной поправкой, и после того, как она стала там второй после Мироновой, отправили только на Кубок ИБЮ. Что касается молодых спортсменок, которые выступают в резерве, то там наибольшие перспективы пробиться в основной состав я лично вижу у Натальи Гербаловой. Она готовилась в основной сборной, неплохо проявила себя в первом спринте, но во втором выступила похуже, что не позволило ей набрать необходимую сумму очков. Тем не менее, в прошлом году Наталья добилась прогресса в декабре, не смогла только удержать форму по ходу сезона, но сейчас мы надеемся, что она сделает еще один шаг вперед, наоборот, как раз распределит свои силы, и после Нового года, может быть, даже войдет в состав команды на Кубке Мира. Тем более, есть опыт ее отца, прекрасного тренера по стрельбе Андрея Гербалова, который также, надеюсь, ей поможет. Ну, а в целом, задачи для женской команды таковы, что любая медаль будет успехом, ожидать их на каждом этапе не стоит. Главное, планомерно воспитывать молодежь, бороться за восстановление квоты и в дальнейшем прогрессировать. Пока результаты тех спортсменок, которые готовились с основным составом, внушают серьезные опасения. Но будем надеяться, что по ходу сезона им удастся восстановиться и как-то усилить свои позиции. На этом все. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.